Первый вопрос заседания – внедрение передовых методик и систем управления качеством. Тема не праздная, важно не просто произвести продукцию, необходимо, чтобы ее уровень соответствовал признанным стандартам. Без качества успеха не достичь, именно поэтому, открывая заседание, губернатор региона Анатолий Лис особенно подчеркнул, разговор должен быть конкретным и по существу. Проблемы в этой сфере требуют оперативного решения. Я просил бы сегодня не просто говорить о тех моментах, которые всегда были, присутствовали, это дисциплина, технологическая, порядок, от чего зависит качество, но говорить сегодня о более серьезных проблемах и вопросах, которые существуют. Тем более, хотел бы сказать, что у нас есть предприятия очень хорошие, даже, можно сказать, в мировом плане, производят продукцию мирового уровня. И у них нет проблем ни с реализацией, ни с поступлением денежных средств. Значит, мы о них тоже должны говорить и на их опыте учиться. Тесно связана с качеством диверсификация рынков сбыта. Для того, чтобы продавать свой товар, к примеру, в Европу, необходимо пройти не одну проверку и экспертизу, доказать безопасность и соответствие. На Брещене есть немало удачных примеров, однако есть и те, кто пока отстает. Импульс процессу должен придать специальный комплекс мер по стимулированию внедрения в работу современных методик и систем управления качеством. Однако, далеко не все руководители предприятий считают, что такая работа необходима. Система менеджмента качества – это постоянный процесс совершенствования жизнедеятельности в организации. К сожалению, на сегодня многие руководители воспринимают систему менеджмента качества как конечный продукт бюрократического необходимости участия в тендерах, конкурсах. Вторая тема заседания – профилактика семейного неблагополучия. Превентивные мероприятия проводятся в рамках реализации 18-го декрета. В частности, разговор шел о мерах дополнительной защиты детей, семьи которых или уже признаны находящимся в социально опасном положении или на пути к этому. Также говорили о функционировании учреждений социального обслуживания.